Думская ТВ продолжает работу студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий и Алла Есина. Добрый вечер. Генеральная прокуратура Украины обжаловала в Верховном суде решение трех админсудов по иску участников группы 2 мая Леонида Штекеля и Сергея Диброва, которые требуют обнародовать копии заключений судебно-медицинских экспертов, которые исследовали тела погибших во время этой трагедии 2014 года. О том, почему Генеральная прокуратура не делает этого, поговорим с человеком, который в курсе дела. К нам в студии присоединился Леонид Штекель, общественный активист-журналист. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Леонид, все очень серьезно. Всех это и интересует. И почему на эти вопросы ответа нет? Ну, это вопрос, понимаете, на самом деле это достаточно такой сложный вопрос, в котором матрешка сидит. Первый момент связан с тем, что, на мой взгляд, самый простой момент. Дело в том, что, насколько нам известно, анализ аспертизы, судебно-медицинская аспертиза тел была проведена из рук вон плохо. Я знаю, что Владимир Саркисян, который изучал это, ему попадали документы эти, которые передавали родственники погибших. И даже в документах фамилии спутаны. То есть, как минимум, даже элементарнейшие вещи спутаны. То есть, делал все это, ну, вот тяп-ляп, это вот ему было ощущение. И надо сказать, что это касается не только судебно-медицинской экспертизы. Ведь вся работа экспертов на протяжении первого года работы, это было даже не, ну, это просто никакие вороты. Трудно работы назвать. Но это вообще ничего. То есть, это просто непрофессионализм. Вопрос в том, это непрофессионализм или это как-то желание замять дело. Я думаю, что это непрофессионализм. Но у этой темы есть вторая проблема, которую, говорят, меньше, но для меня, мне она кажется, принципиально важной. Дело в том, что, допустим, в Англии, в Америке, то, что написал Коронер, то есть, заключение Коронера полностью по судебной, оно публикуется. Это публичная вещь. И люди могут, эксперты могут выяснить в прессе, что произошло. Я могу напомнить очень простую вещь. Серла Холмс изучала то, что происходит, как убийство, он читал в газете. Рекс Таут, Нера Вульф, читает в газете о том, кто убит, у нас вообще информации об этом не идет. Послушайте, но то, что происходит в книгах, не всегда имеет отношение к реальности. Это не в книгах, это реально. Холмс, это нереальный персонаж. Да, но дело в том, что это реально. То есть, реально публикуется заключение Коронера о том, какие там преступления, что там было опубликовано. То есть, все материалы официально. Обстоятельства дела. Да, и публикуется судебно-медицинская экспертиза. Все эти вещи публикуются. Я не помню, за 70 лет были такие случаи, когда на территории Советского Союза или нынче Украины такие материалы выдавались в печать? Нет, никогда. То есть, поэтому у нас нет культуры такой, наверное, да? Дело не то, что культуры. Дело в том, что следствие гораздо удобнее все это прятать. Почему? Потому что это когда можно манипулировать делом. Понимаете, с чем я? То есть, можно говорить, что мы ведем расследование, потом дело тихонечко закрывать. Никто реально не контролирует все это. Понимаете? То есть, здесь идет круговая порука. Да, иногда бывает столкновение прокуратуры, милиции, полиции. То есть, кто-то заинтересован в раскрытии, кто-то не заинтересован. Это отдельное дело. Но, в принципе, в целом силовые структуры полностью закрыты в этом плане. И ничего здесь нету, чтобы действительно помогало бы развитию следствия. Понимаете? То есть, на мой взгляд, вот это, что называется тайна следствия, вот у нас, это на самом деле попытка, не попытка, это действительно механизм, чтобы силовые структуры прятали концы в воду. Вот я могу объяснить. Но это злой умысел или это халатность? Я думаю, что это делается для того, чтобы прикрывать халатность. Это я говорю в целом. По 2 мая, то ситуация совершенно однозначна. Я видел одно дело уголовное. Я могу сказать. Где вы его видели? При каких обстоятельствах это произошло? Я шел, вот оно лежало на улице, скажем так. Я не буду говорить. Леонид, ну я, конечно, уважаю вас, но давайте все-таки по-серьезному. Я понимаю. Где вы взяли уголовное дело? Я видел его. Это тайна следствия? Это тайна следствия. Леонид не следователь. Просто смотрите. Общественный следователь? Насколько вы уверены в той итерации, которую сейчас председатель? На 100%. То есть я видел со всеми визами, со всем полностью это дело. Так вот, это дело, которое я видел, оно не является главным, оно второстепенное. Я не буду говорить даже о ком. Но дело сделано даже не ногами, а хуже. Понимаете? Нет пострадавших. Абсолютно нет улик. То есть в суде его разобьют в пух и прав. Но полностью, оно пустое, оно дело, которое невозможно вообще ничего сделать. И есть подозрение, что все дела, ну почти все дела, которые там идут, они все такие же, понимаете? И прокуратура отбивается для того, чтобы просто-напросто не дать возможности увидеть пустоту этих дел. Это мое личное мнение. Повторяю, личное мое мнение, оценочное суждение. Так, скажите, значит, вы в настоящий момент, еще раз повторяю, преамбулу нашей встречи, требуете обнародовать копию заключений судмедэкспертизы, судмедэкспертов индивидуально каждого. Без указания фамилии. То есть, чтобы мы не говорили... Что вы хотите прочесть в этих судебных медицинских экспертизах? Дело в том, что причина смерти людей проведена очень плохо. То есть, судебная медицинская экспертиза, почему умерли люди, она на самом деле сделана. Что вы уже увидели в том деле? Я не эксперт. То есть, я поясняю. То есть, вот те люди, которые в группе 2 мая занимались этой экспертизой, они посмотрели те документы, которые передали им родственники умерших, погибших. Они видели эти документы. Они сказали, что эти документы сделаны очень плохо. И от имени группы 2 мая подавалось обращение в суд, чтобы эти документы были официально опубликованы. Без указаний. То есть, там, допустим, личное... Чтобы не человек, не конкретный человек, а вообще человек, какой-то А, гражданин А или один, у него такая причина смерти, у второго такая причина смерти, чтобы видеть картину, что произошло 2 мая. В конце концов, прекратить спекуляции на том, что убило людей. Да, потому что здесь разговоров более чем достаточно. Скандал, здесь отсутствие информации всегда рождает слухи. Слухи самые различные. И разделяет общество, давайте будем честны. Да. Ну, понимаете, это вообще на самом деле перед нами сумасшедшая трагедия. Я сейчас не готов говорить о событиях 2 мая. Это очень долгий разговор, очень непростой. Но в данном случае тайна, которая делается, она делается не во имя общества. Не во имя тех людей, которые погибли. Она делается во имя... То есть, по справедливости? Нет. Она делается во имя того, чтобы следственные органы замазали свои грехи. Вот это я в этом уверен. Леонид, смотрите, какая получается ситуация. Еще совсем недавно, когда наконец-то все дела передали в Одессу, если не ошибаюсь, Сергей Пантелеев тогда возглавил следственную группу, общественники и члены группы 2 мая говорили, что наконец-то сдвинулось с мертвой точки, наконец-то началось расследование. Да, да. Дело в том, что здесь совершенно четко. Я не занимаюсь этим вопросом сейчас. Но я знаю, что те ребята, которые этим занимаются, что действительно было... Они говорили о том, что следователи действительно поднимали документы, пытались найти какие-то улики, какие-то телефонные переговоры и так далее. Собственно, то, что нужно было сделать сразу, по горячим следам. Там же было сделано совершенно... То есть, допустим, весь центр города был за ночь убрана, все. То есть, все улики, вместо того, чтобы их искать, они были все убраны в центре города. Кто несет ответственность? Как вы считаете? Цветков. Я считаю, что Цветков... Это было распоряжение... То есть, дворники сами бы не стали это делать. Это было распоряжение милиции, которая сказала, чтобы убрать следы. Формально они, вероятно, говорили так, чтобы люди забыли об этом. Но вообще это преступление, то есть, это улики. Это большое одно место преступления. Начиная от разобранной бурчатки, заканчивая остатками стрельбы с крыши магазина. Дальше, Дом профсоюзов, реально так и не были сделаны нормально следственные действия в нем. Понимаете? Ну вот если мы через две недели, через десять дней, Сережа Дебров нашел там очередную улику, и мы ходили как свидетели, вызывали следственную группу, чтобы она занесла эту улику. Но куда это может говорить? Что он нашел тогда? Он нашел свет пули в стекле. То есть, о том, что стреляли, был свет выстрел. То есть, через стекло? Да. Изнутри ли? Хороший вопрос. Не буду отвечать сейчас. При том, что я помню, что Катеринчук, который тогда возглавлял ОВД области, говорил о том, что не было никаких следов применения огнестрельного оружия. Я думаю, что если вы нашли, то выстрел был снаружи. Значит, я сейчас не буду говорить. Стрелили снаружи. Но след был найден. Вызвали следственную группу, они этот след зафиксировали. Но вообще само по себе, что общественники в здании, которое не сохраняется, нашли след улику и вызывают следователя, чтобы следователь его приходил. Но вообще, понимаете, он выходит за рамки... Ну, послушайте, я помню, когда 8 мая, через несколько дней после трагедии, там ходили люди с детьми и осматривали Дом профсоюзов. Понятно. То есть это все, то есть это точка, где должны были проведены следственные работы. Причем они говорили, что не были проведены, они не были на самом деле проведены. То есть то, что там было сделано, это вообще не экспертиза. Это было вот так быстренько, раз, два, три и сделали. То есть на самом деле вся эта работа, она сделана, на мой взгляд, настолько непрофессионально, что здесь даже говорить нечем. Какие ваши дальнейшие действия? Ну, понимаете, дело в том, что я сейчас не вхожу в группу 2 мая. Поэтому как будут... Но искки были ваши совместные с Сергеем Дебровым? Да, в тем деле. Дело в том, что... Ну, это просто причина была связана с тем, что я был так... Я главный редактор Одесса Дели, это единственное официально зарегистрированное издание в Минюсте. То иски шли от меня, потому что я был как бы официально редактор газеты, официально журналист. Сейчас не знаю, как это будет. Возможно, будем снова подавать иски против этого решения. То есть на самом деле проблема заключается в чем? Что эта информация должна быть опубликована. Если вот... Это ведь идет борьба за каждый кусочек. То есть вот сегодня борьба за это. На самом деле борьба за то, чтобы это дело было доведено до какого-то нормального, цивилизованного конца. Потому что сейчас его просто прячут в конце года. Вот это вот ощущение... Снова. Да. Вот это ощущение такое у меня. Да, неприятное. Мне, знаете, что кажется, что время прошло уже, мягко говоря, немало. А такие преступления, вообще любые преступления, раскрываются в основном по горячим следам. Мы сейчас имеем дело просто с историческим делом, которые будут рассматривать как трагедию Одесскую. И не больше не берут. Я не берусь оценивать, как в этой ситуации нужно поступать. Я не чувствую себя экспертом, специалистом в этой сфере. Я не знаю, где нужно поступать. Но я знаю одно, что вот эти вот действия милиции, теперь полиции, следственных органов, прокуратуры. Это действия направлены не на то, чтобы решить проблему, не на то, чтобы найти выход из положения. Это действия направлены на то, чтобы очистить мультир. Как говорится, ссоры из узбы не выносить. Вот я в этом убежден на 150%. Очень хочется, что вы все-таки ошибались, но склонны верить и верить в ваши позиции в данном вопросе. Благодарю вас, Леонид Штекель, журналист и общественный активист, был нашим гостем. Прервемся ненадолго, после вернемся в студию. Будем говорить о громких обвинениях премьер-министра Владимира Гройсмана в адрес Юлии Тимошенко. Оставайтесь на Думской, ТВМ будет интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова